Питер Брейгель Старший. Притча о слепых Как напоминание об этом, Брейгель изображает в глубине картины церковь, единственное место, где слепые могут получить исцеление. Но чтобы переступить церковный порог, нужно быть зрячим или воспользоваться помощью зрячего. Ни то, ни другое недоступно персонажам Брейгеля. Жуткая вереница бесприютных коллег, лишенных не только зрения, но и поводыря, бредет из глубины картины на зрителя медленно и осторожно. Они идут друг за другом, не подозревая, что их путь ведет в заполненный водой овраг. Внезапно вожак оступается и падает, и вслед за ним падает идущий следом. Взгляд его пустых глазниц обращен к зрителю. Неудовлетворенная ненависть, жестокий оскал сатанинской улыбки превратили его лицо в страшную маску. В нем столько бессильной злобы, что вряд ли кому придет в голову посочувствовать бедняге. Следующий осторожно ищет внезапно исчезнувшую опору, уже качаясь и теряя равновесие. Последние пока идут спокойно, ибо еще не ведают о грозящей беде. Их лица полны смирения, едва прикрывающего тупость и затаенную злобу. Но чем дальше, тем неувереннее становятся их судорожные жесты и быстрые движения, а земля уже уходит из-под ног. Потому что слепые ведут слепых, потому что они чувствуют падение, потому что падение это неизбежно. Мгновение как бы остановилось. Скорее всего, они что-то спрашивают. Их лица, выражающие ужас и недоумение, уродливы и страшны. На них отражены все пороки человеческого общества. Злоба, жадность, хитрость, лживость, лицемерие. Брегель старается избежать нарочистого драматизма. Его персонажам, скорее всего, не угрожает гибель, а враг неглубок. Весь ужас происходящего сконцентрирован не в сюжете, а именно в образах. В неторопливом след в след движении к краю ямы. В череде ужасных лиц, подвижных и разнохарактерных, но лишенных какой-либо тени мысли и жизни. Осуждая человечество за суету и порочность, художник противопоставляет ему чистоту и гармонию природы. Все так же светит солнце, зеленеют деревья и даже трава под ногами слепцов мягка и шелковиста. Уютные домики стоят вдоль тихой деревенской улицы, в конце которой видна островерхая церквушка. Светлый и лучезарный мир природы остается как бы вне человеческого недоразумения. Мир природы вечен, в нем все справедливо и закономерно. Его безмятежная красота позволяет забыть о человеческих пороках и несчастьях. Однако фигура самих слепцов в этой среде кажется еще более отталкивающими и страшными. Субтитры создавал DimaTorzok